Активисты партийного проекта «Народный контроль» проверяют аптеки в Крачево-Черкесии на наличие и доступность лекарственных препаратов, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции. Своими наблюдениями они поделились на заседании ОНФ. Мадина Каркетова подробнее. Дефицит некоторых лекарств, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, стал вызывать ажиотаж, если не панику, среди населения республики. Люди стали создавать группы в социальных сетях, где делятся информации, где и как можно приобрести те или иные препараты. А некоторые предприимчивые жители стали использовать эти площадки в личных целях, торгуя лекарствами, привезенными из Турции или бог знает еще откуда, за баснословные цены. Активисты партийного проекта «Единой России. Народный контроль» решили проверить, насколько все серьезно. По словам депутата парламента Фатимы Кардановой, которая лично принимала участие в рейде, проверяли аптеки на наличие в них противовирусных, противовоспалительных, жиропонижающих препаратов, рекомендованных для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции. Для того, чтобы такой мониторинг провести и проводить его каждые две недели, мы выбрали контрольные аптеки в каждом муниципальном районе, в разных сельских поселениях, чтобы видеть в срезе прозрачную такую более-менее картинку, по которой можно уже судить и делать какие-то выводы. В числе первых проверили аптеки в Черкесске, Уст-Джигутинском, Лакарачаевском и Прикубанском районах. Мы увидели, что есть ряд препаратов, по которым действительно наблюдается длительный дефицит в аптеках, а остальные препараты в той или иной степени имеются, но очень сильно варьируются цены по противовирусным препаратам. Чтобы вы понимали, даже парацетамол, обычный парацетамол, он варьируется от 5,5 рублей до 125 рублей в аптеках. Понятно, что зависит от упаковки, зависит от количества таблеток, но тем не менее, более или менее сравнимые такие препараты от 5 рублей до 10 таблеток. От 5,5 рублей и там 15 рублей, 25 рублей, я считаю, большая разница. Парацетамол и бупрофен, нурофен, по словам участников рейда, можно найти практически в каждой аптеке. Энгаверин, цикваферон и аскалин – также доступный препарат. Коронавир, предназначенный для лечения коронавируса, нашли только в одной аптеке, а вот ламиудина нет нигде. В свободном доступе средства индивидуальной защиты, маски можно купить от 7 до 14 рублей, пара перчаток стоит от 12 до 34 рублей, есть антисептики. Орбидола, о котором сегодня многие говорили, в социальных сетях мы слышали о том, что его нет. На самом деле, срез показал, опять же, по тем районам, что нет особого дефицита в этом препарате, но, опять же, есть ряд аптек, которые где-то закупили, перекупили. Вообще, вот находясь и в этих социальных группах, в медиа-сетях, наблюдая за всем, что происходит, для себя сделал такой вывод, что с одной стороны это хорошо, с другой стороны не очень хорошо. С одной стороны, это искусственный спрос, и когда люди видят искусственный спрос, есть не совсем добросовестные люди, которые занимаются перекупкой в тех аптеках, где это есть недорого, немножечко придерживают и потом с наценкой, с надбавкой какой-то нездоровой начинают это продавать. Фатима Карданова также предупредила о возможности в тех же соцсетях попыток продвижения поддельных и некачественных лекарств, предложила контролировать продавцов на добросовестность. А также на правовом уровне обязать аптеки отпускать жизненно важные препараты в одни руки лимитировано, чтобы избежать спекуляции на чьем-то здоровье и жизни. Своим видением решения этой проблемы поделился депутат парламента Хасан Хубеев. У нас действовал раньше фарминформатор. Если возможно, как бы нам его, чтобы заново она заработала. Это была помощь, в первую очередь, населению, и Минздраву, и всем. Потому что, кроме как ЧП, там не всегда правильно, или где-то группу создает, спасибо. Но фарминформатор, раньше руководители, как мы работали, две минуты позвонили фарминформатору, буквально за семь минут, значит, максимально семь минут у них было, там и прописано. За семь минут была информация, где что поступило. Вот это гораздо облегчило. Также Хасан Хубеев высказал свое мнение по поводу средств, выделяемых федеральным центром на приобретение препаратов для лечения больных коронавирусом. Мы через каждый свой рупор дружно должны обратиться на... Я, по крайней мере, убежден в этом, что федеральный центр вот эти средства не в виде денег отправляла. Централизованно закупила, вот как автомобиль скорой помощи, да? Закупили и сразу лекарства отправили. Это, по мнению Хасана Хубеева, исключило бы трату времени на заключение договоров о приобретении лекарств, поиск наиболее выгодных поставщиков и другие нюансы. Депутаты такое предложение подготовят и рассчитывают на поддержку общественников. Представители антимонопольной службы предложили жителям республики в случае, когда, по их мнению, цены на лекарства слишком завышены, обращаться к ним. Каждое заявление будет рассмотрено, особенно если это касается жизненно необходимых препаратов. Мы знаем, что они поджатки государственному регулированию, что предели цены на них уже утверждены, и за рамки этих цен, допустим, продавцы не могут выходить. По словам Фатимы Кардановой, народный контроль, рейды по аптекам будут проводить регулярно, и результаты мониторинга будут передаваться в Росздравнадзор, антимонопольную службу России, Центральный исполнительный комитет Единой России. Водина Каракетова, Рашид Токов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.